Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу парочку полезных советов и хитрости для домашнего мастера. Так что желаю приятного просмотра. Меня зовут Сергей. Погнали! Ну и начнем, пожалуй, сразу с угольника. Эта штука есть у каждого. Мы уже как-то прокачивали этот девайс, делали дополнительные отверстия, чтобы удобнее было размечать центр доски. Но сегодня прокачаем еще один. Также к угольнику понадобится металлическая линейка. У меня она на 30 см. Затем ее берем и прикладываем сверху угольника, чтобы задать угол в 45 градусов. Далее делаем пару отверстий китайскими сверлами. На них и на весь китайский инструмент есть ссылки в описании. Чтобы быстро все закрепить, я решил посадить на заклепки. Также их немножко подрихтуем и подровняем болгаркой. Теперь таким угольником очень быстро и просто можно размечать углы в 45 градусов. И это очень актуально, когда нужно сделать много заготовок с одним определенным углом. Также с помощью этого приспособления можно быстро найти центр в окружности. Очень хитрая приспособа. Следующий совет с монтажной пеной. Если вы супермастер 80 уровня, как и я, и не хотите потом тратить время на чистку и удаление остатков пены, то советую воспользоваться малярным скотчем. Перед началом работы обклейте им коробку. Ну, в моем случае. Я запениваю дверь. Поверьте, лучше потратить лишние 5 минут на этот скотч, чем потом пару часов стоять и отдирать. Отдирать по полной. У меня вот, к сожалению, эта идея пришла уже после работы. Теперь скребу. А со скотчем после застывания коробка остается чистой и не требует внимания. Да тут не только коробка, тут вообще любая поверхность, на которую может попасть монтажная пена. Излишки ее. Изолента бывает в каждом доме, и многие даже не догадываются, как она может выручать. Например, нам нужно разметить отверстие на стене под какой-нибудь агрегат. У меня в данном случае это обогреватель. Наклеиваем изоленту на посадочные отверстия и отмечаем их. Далее просто переносим этот кусок изоленты на стену. Можем проверить уровнем. Если есть какой-то косяк, то просто передвигаем и корректируем. Ну, а далее все просто и гениально. Засаживаем пару саморезов, вешаем обогреватель и радуемся, что все гениально и просто. Когда я делал полы на крыльце и пользовался самодельным рычагом для стяжки пола, то было пару комментариев и пару вопросов. А что если пол у нас утеплен? Как тогда стягивать? Выход есть, друзья. Конечно, немножко колхозный, но есть. Берем автомобильный домкрат и с помощью него будем стягивать наши доски. Конечно, этот процесс занимает больше времени, чем рычаг, но тоже рабочий. А каким вы способом решали данную задачу? Я знаю несколько. Это рычаг, это два клина, это домкрат и два болта и гайка. Как-то делал в прошлом году видос. Если есть еще варианты, то обязательно пишите в комментариях, это будет полезно для всех. Ну а по поводу выпуска и какой из этих советов был самый полезный, пишите тоже в комментах. И обязательно делитесь своими хитростями. Ставьте лайк, если вам понравился выпуск и обязательно подписывайся на канал, если ты еще не подписан. И проверьте, нажат ли у вас колокольчик, а то что-то в ютуб в последнее время совсем оповещение перестал присылать. Еще раз спасибо, всем желаю хорошего настроения, всем пока-пока!